Артур фон Феррарис Учителем был венский художник Йозеф Матаус, который специализировался на портретной живописи. Подростком уехал в Вену, чтобы учиться у Джозефа Матауса Айенера. В 1876 году в 20 лет переехал в Париж, чтобы учиться у Жюля Лефевра. Фон Феррарис провел время в Египте, рисовал уличные сцены, рыночные сценки, которые захватили воображение мира и искусства, когда он вернулся в Париж. Я цитирую переводную в Википедию данные, которые я нашел в интернете. После того, как фон Феррарис обосновался в Париже, он учился у Жюля Лефевра в Академии Жулиана, а затем у Жан Леона Жерома в школе изящных искусств. Оба этих преподавателя были сторонниками классических методов обучения, обучая студентов сначала рисовать, а затем раскрашивать. В конце 1880-х годов он делил студию с Чарльзом Уалдой, художником, также известным своими ориенталистскими темами. Его работы во многих странах сделали его известным как гражданин мира. Продолжал писать светские портреты, по-прежнему надежный источник дохода для состоятельных клиентов, которые предпочитали более престижные портреты маслом, чем набирающие популярность фотопечать. Его картины ориенталистов регулярно демонстрировали в салоне в конце 1880-х, начало 1890-х годов. Имел значительный успех как художник-портретист из высшего общества. Он выставлял эти и свои работы востоковедов в салоне художников Франции в 1880-1990-х годах. Находясь в Вене, фон Феррарис также выставлялся в Дюссельдорфе, Мюнхене и Берлине. Часто путешествовал по Ближнему Востоку. Репутация светского портретиста продолжала приносить стабильно приносящие финансовую прибыль, а работа от международных клиентов. Он получал заказы во всех европейских столицах, добавив Лондон, Стокгольм и Рим к своему и без того обширному списку клиентов. Совершил несколько поездов в Нью-Йорк, где достиг определенного социального статуса за то, что написал портрет Джозефа Дэвисона Рокфеллера в 1903 году. Одна из самых его известных картин посвящена мифологической истории Леда и Леви, внук фон Феррариса, дизайнер Том Карра. Ее смерть может быть датирована только неустановленным временем, после 1928 года. Но так вкратце из переводной википедии, из данных, которые мне удалось найти в интернете, о художнике венгерского происхождения Артур фон Феррарис. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok